Обманутые дольщики Самарской области Ожидали, что Минстрой сделает, как сказал Азаров. Внимание! Посмотрите сами на первую графу. Где ФИО по указанным договорам? Почему они пустые? По номерам дольщики числятся, а кто они? Вопрошают пользователи. Виртуальный спор с дольщиками вступил в Рио-министр Александр Баландин. По его словам, работа по размещению списков обманутых дольщиков продолжается. Однако не все люди хотят размещаться публично. А в Автограде диванные эксперты сцепились за ДТП с четырьмя машинами. В паблике происшествия Тольятти соцсети ВКонтакте юзерам подбросили хитрую видеозадачку определить, кто же виноват в ДТП. Четыре автомобиля столкнулись сегодня утром напротив дома номер 49 под Дзержинского. На первый взгляд во всем виновата грузовая «Газель». Но на 0,48 и 1,21 это же ДТП с других ракурсов. А ну-ка, диванные эксперты, помогите определить виноватых, пишет автор. Баттл разгорелся не на шутку. Единого мнения так и не нашли. Вот некоторые из комментариев. «Причем тут «Газель»? Виноват тот, кто въехал в зад. Всегда соблюдает дистанцию. Это зима». «Блин, не надо ля-ля. Это белые нивы. Выскочила навстречку. А там вообще-то сплошная». И стукнула «Газель» правым бортом. «Фиг вам, «Газель» виноват. Это очевидно. Не соблюдение дистанции. Должна была пропустить вас во двор и продолжить движение. Но ее водитель решил не тормозить. А резко уйти на другую полосу. А там другой чувак догнал ее. Хм, сколько чудаков одновременно собралось в одном месте. Один выезжает из жилой зоны и ломится. Другой дистанцию не держит. Ну и так далее. Виноват автор. Ха, вас назвали диванными экспертами, а вы распинаетесь.